Нашим следующим докладом будет Астриск плюс Тинькофф Войскит или Почему мы отказались от Юнии МРСП. Григорий Акопник. Итак, давайте буйными аплодисментами поприветствуем Гришу. Держи кликер. Погнали. Всем привет. Это завершающий доклад, а значит скоро. Это все техническое закончится, но сначала немного хардкора. Меня зовут Акопник Григорий, я работаю в Тинькофф, разработчиком в отделе голосовых технологий и в том числе я разрабатываю модули, о которых сегодня буду рассказывать. А еще я буду рассказывать о том, как строить роботов. То есть вкратце о чем доклад. Смотрите, во-первых, надо понимать вообще, про что эти роботы и зачем их строить. Тоже рассмотрим доступные интеграции. Это, кстати, вот сегодня два предыдущих доклада очень хорошо про эту тему похоливорили, обсуждали прям. Поговорим о нашем open source решении. Ну, да, честно признаюсь, сервисы-то у нас платные, а вот интеграция open source доступна на GitHub, и мы планируем расширять поддержку до Яндекса и Гугла, например. Или что-то еще по запросу, то есть проявляйте интерес, если есть желание. И, собственно, поговорим о том, как можно строить роботов на примере конкретных дайл-планов. Ну, вообще зачем? Зачем? Ну, конкретно Тинькофф вообще работает без отделений, то есть один из основных каналов это звонки. И простые разговоры, это вот разговоры меньше минуты, 85%. Их довольно-таки несложно автоматизировать. Ну, в принципе, обзвоны, как правило, имеют какую-то схему, тут они еще и довольно простые. Ну, вот конкретно все про жизнь. Наш аналитик посидел там в качестве оператора, понял, что позвонить клиенту, напомнить дату и сумму платежа. Это довольно-таки грустно, потому что вот 2% это там 2 человека из 100 сказали, что будут платить, остальные отказались. Ну, это действительно похоже на рыбалку, на которой не клюет, простите. Поэтому мы начали строить роботов. Первое решение как раз там, ну, наверное, оно на поверхности. Мы просто сделали какой-то MVP на базе модулей Unimrcp. Интегрировались с Яндекс.Пичкит. На тот момент не устраивало качество распознавания в сравнении с нашим решением, потому что у нас уже были сервисы распознавания синтеза. Ну, и также у нас была возможность обучать модели, то есть такой ненаезд на Яндекс. Ну, основная проблема именно ограничения, технические ограничения интеграции с Астериск. Я про это очень подробно расскажу сейчас. И вот решили делать какую-то свою интеграцию, начали рассматривать вот эти все знакомые слова. Ну, в том числе Астериск, спичи-рекогнешн-апи, модуль Unimrcp посмотрели. Ну, это примерно похожие вещи, поэтому я расскажу только про Unimrcp, про Eagi, и вот рассматривали вариант общая писать свои модули. Что не так с Unimrcp? Тут много говорили о синхронной логике, то есть блокирующей логике. И, ну, по сути, вот есть некое приложение Synth and Recog, оно диктует какой-то текст, распознает одну фразу. Вот, как видите, есть три приложения в самом наборе модулей, Synth, Recog и Synth and Recog. То есть, ну, видно, что архитектура уже наткнулась на какую-то проблему, что нельзя это делать одновременно, и построили вот такой гибрид. Ну, по сути, уже костыльное решение, но если еще дальше что-то добавлять, там, будет Synth and Recog and Playback and там что-нибудь еще, ну, понятно, что это не расширяемое решение. А конкретно в такой схеме, какие проблемы, ну, вот именно по бизнес-логике, это то, что, во-первых, действительно распознавание прерывается при получении фразы. Во-первых, мы теряем контекст распознавания, а во-вторых, можем просто оборваться на предыдущий, оборвать начало фразы следующей. И, ну, кроме того, просто технически там нужно заново создавать соединение, это не очень выгодно. Также распознавание прерывается при получении фразы. Это про те кейсы, когда клиента уже можно перебить, то есть он что-то сказал, что-то начал отвечать, эта информация уже есть, можно перебить его, а мы продолжаем, вот как роботы, действительно говорить. Мы пытаемся делать таких человекообразных роботов. Нет возможности прерывать синтез. Ну, да, я об этом... Сейчас, секунду. Да, да, я об этом говорил. И промежуточная гипотеза, это как раз версии. Вот человек начинает что-то говорить, тот фрагмент, который распознан, это промежуточная гипотеза. Мы считываем, допустим, промежуточные гипотезы каждые 300 миллисекунд. Соответственно, в модулях Unimrcp, там, во-первых, логика блокирующая, там, как бы, вообще их никуда не вклятишь. Просто нет работы с ними. А в Unimrcp, в самом протоколе, это есть. И, собственно, комбинировать синтез и проигрывание файлов тоже проблематично. То есть, Unimrcp, это вот пример, что есть некая блокирующая логика, такая традиционная для астериска, и она нас, конечно, не устраивала. То есть, через IAGI тоже рассматривали вариант. С одной стороны, вроде бы, нет ограничений по возможностям, но все, что написано в IAGI, остается в IAGI. То есть, это разные языки, разные, ну, то есть, как бы, кто во что гораст. Это не какое-то коробочное переиспользуемое решение. И астерис здесь действительно просто как прокси. Ну, и опять-таки, при каждом вызове создается новый процесс управления звонками. Ну, вот, представляете, да, вам нужно там какой-то оригинейт сделать. Вы можете это сделать либо через АМИ, ну, или через АРИ, либо в тот момент, когда вы зашли в IAGI, но это не очень удобно. То есть, ну, это как бы не универсальное решение. Не будешь все время там рассчитывать на то, что кто-то зашел в IAGI и туда посылать команду. То есть, имеется в виду, что надо все равно поддерживать и какой-то клиент, какой-то АМИ-клиент и логику в IAGI. И начали проектировать свои модули и как-то вот так задумывались. Но, но, но. Сначала мы потестировали это все на киборгах. Киборги — это операторы, которые кликают предзаписанные реплики. То есть, ну, такие еще не роботы, но уже не совсем люди. Ну, это просто такой лайфхак, который позволяет быстро протестировать какие-то гипотезы, если вам пригодится. Ну, начали, собственно, проектировать свои модули именно и про распознавание, и про синтез речь. Какие качества нам нужны? Во-первых, ну, как вот видно на примере Union MRCP, ну, лучше все-таки разделять функции, а не как-то не совмещать их, как-то странно. Но при этом иметь возможность их сочетать. Для этого нам, мы решили все-таки использовать неблокирующую логику в DAO-плане. Ну, это вот реально разработка, как с неблокирующими сокетами в POSIX. Например, NGINX так работает. Там все пол, епол, селект. Понятное дело, что мы хотели переиспользуемости, потому что, ну, для примера, да, у нас есть сервисы. Мы хотим предложить кому-то интеграцию. Ну, хочется предложить какое-то внятное коробочное решение. Если это будет библиотека, не знаю, там, на каком-то языке, там, PHP, Go, JavaScript, там, ну, нода имеется в виду. Ну, неважно. В любом случае, у всех своя культура разработки. Если бы мы пошли, там, по этому пути, допустим, через интеграцию в ARIA или в IAGE, ну, мы бы не отдали какого-то универсального коробочного решения. А с модулем это можно сделать. Ну, и дальше думали, какой протокол поддерживать. Наши сервисы уже реализовывали GRPC, думали, там, можно ли добавить MRCP и нужно ли. Ну, как оказалось, просто переиспользовать нечего. Мы уже поддерживаем GRPC. Пришлось бы либо переделывать модуль и ее не MRCP, либо дорабатывать как-то. Ну, и сетевое взаимодействие в MRCP тоже не очень понравилось. Там, не сжатые заголовки, как в HTTP 1. Ну, в отличие от GRPC, которые HTTP 2, там, они этим заморачивались. Все-таки это современный протокол. Оверхеды, например, промежуточные гипотезы в спецификации MRCP отдаются по запросу. Хотя по логике они нужны просто через какой-то временной промежуток. Ну, в нашем случае 300 миллисекунд. И, ну, MRCP мы как-то отбросили. Было неинтересно с ним работать. Из чего состоят наши модули? Ну, вот, немного про просто название. Вот VoiceKit это сервисы, так называются. AST VoiceKit это модули интеграции. Они, ну, как бы сейчас реализовывают поддержку только VoiceKit, но мы планируем расширяться. То есть это именно то, что на GitHub. Три основных модуля и модуль про время. Во-первых, это модуль GRPC-ST Background. Это фоновое распознавание. Модуль управления воспроизведением и синтеза речи. и модуль управления событиями. WaitEvent. Ну, отдельно просто функция работы со временем, потому что в астерийске нет встроенной работы с наносекундами. Ну, вообще, как выглядит DialPlan в UnimrCP такой относительно привычный? Здесь есть техническая ошибка. Там Ари нужно зачеркнуть, речь только об АМе. То есть управляющий АМе-клиент. Приходит звонок в DialPlan и в цикле что-то воспроизводится и распознается. Цикл закончился, там, вершение звонка. Мы вынесли распознавание и синтез в фоновые потоки. А в цикле в самом DialPlan события управляются, ну, в смысле происходит только управление событиями. Получаются события и генерятся новые. И, ну, соответственно, взаимодействие через АМе происходит. Ну, простой схематический пример такой, упрощенный специально. Вот есть синтенарикок. Он что-то надиктовывает, ну, текст надиктовывает пользователю. Получает распознанный текст, то есть, ну, текст распознанной речи. И выходим из цикла. А в случае с в случае с ST-вой скид сначала инициализируется распознавание речи, инициализируется связь с сервисом синтеза и дальше обрабатывается событие. Чуть попозже про это расскажу. Какие именно? Собственно, модуль gRPC STT Background. Он состоит из одного приложения. Кстати, вот если не в курсе про терминологию, ну, типа, может кто-то не знаком. Приложение это вот то, что там gRPC STT Background в скобочках это приложение называется, а функция это вот та странная штука, которая выглядит как перл в квадрате в конце. Ну, getTimeAndSec это функция. Истерически странная терминология. Модуль распознавания речи gRPC STT Background состоит из одного приложения, мы его запускаем фоново и получаем событие. Ну, в истеристике есть такая особенность, что если какое-то приложение блокирует управление, оно должно вычитывать фреймы, ну, иначе там очередь забьется и а сам модуль не получает непосредственно сообщение, то есть не вычитывает из канала, а привязывается к событию вычитывания фреймхуком. И таким образом он не ворует фреймы и, допустим, если вы начнете распознавать речь, при этом вы для примера можете использовать команду record. Также она будет записывать файлик. для воспроизведения аудио, ну, кажется, что есть там playback, background, но они блокируют управление и с ними невозможно работать в неблокирующем режиме. То есть, ну, вообще мы все перенесли на неблокирующую логику, поэтому специальное приложение playback управляет очередью воспроизведения аудио в фоне. Сначала она просто файлики воспроизводила, потом добавили синтез. чтобы именно соединить с сервисом синтеза, нужно вначале его просто инициализировать. Понятно, настройки в конфиге, я здесь про это не рассказываю. Более подробный пример со всеми деталями на гитхабе есть. Ну и хотелось накладывать аудио в несколько слоев собственно там для фоновой музыки, для какой-то какого-то звукоокружения. Ну пока экспериментируем в эту сторону. Ну и собственно корневой модуль, который как раз то, чего не хватает в остериске, это управление событиями в неблокирующей логике. То есть ну казалось бы в вами есть wait event, а в dial плане нет такой штуки. Собственно сначала нужно инициализировать очередь сбора запуском приложения wait event init и вычитывать по одному событию с тайм-аутом. Ну то есть wait event например с аргументом 10 секунд. 10 секунд мы ждем и возвращаем если пришло какое-то событие. Это событие в нашем в наших сценариях текст расползанной речи либо статус проигрывания иметь в виду файлик закончился либо текст синтезировался и был сообщен пользователю тогда происходят события и можно получать управляющие команды через ами то есть ну вот как раз wait event в том числе про это про ари я немного а вообще да можно можно ну это опять-таки команда на проигрывание файла на синтез текста на переключение оператора на что-то там сложное хитрое не знаю что придумаете и для генерации событий как раз для того чтобы вами что-то передать мы используем юзер ивент причем события которые генерации юзер ивентом можно отлавливать в wait event но как правило незачем вот перейдем немножко к примерам ну видите такой плавный переход от первого к второму шагу сначала мы создаем простой опросник ну создадим в примере где вся логика будет внутри дайл плана потом чуть посложнее и сложную логику всю перенесем вами вообразим что там прям сложная схема звонка и потом еще немножко поколдуем и добавим синтез вообще как общая логика выглядит в нашей схеме сначала мы всякое инициализируем потом в цикле обрабатываем события и ну понятно когда выходим из цикла закрываем соединение в том числе мы можем себе позволить поставить просто какую-то отсечку по времени там ну максимальный звонок длится не больше пяти минут так на всякий случай начнем с простого опросника на четыре этапа мы поделим наш дл план во-первых нужно обязательно сделать ансер в нашем случае потому что grpc stt бэкграунд сам не ответит инициализировать очередь сбора событий и вот собственно инициализировать распознавание такой сложной команды grpc stt бэкграунд потом мы проигрываем приветствие команды playback пока блокирующий пока встроенный приветствие и задаем какой-то вопрос потом получаем текст чуть позже опишу каким образом и прощаемся а вот внутри цикл получения текста может немного отпугнуть потому что синтаксис астериск он ну по работе там с переменными функциями вот такой вот замороченный ну в данном случае мы просто ждем пять секунд если пользователь что-то сказал раньше мы выходим из цикла раньше что здесь происходит во-первых мы получаем ну высчитываем коллен тайм время завершения вот этого цикла как текущее время плюс пять секунд потом мы должны понять сколько нам ждать ну там не стекло ли время мы высчитываем sleep time сколько времени ждать потом ну заходим в цикл проверяем что sleep time еще не стекло и ждем wait event собственно вот это время если какое-то событие пришло мы его обрабатываем ну если мы не можем обрабатывать это событие его надо просто принять и проигнорировать ну потому что а там могут прийти какие-то там новые сложные события необработанные их просто нужно игнорировать соответственно мы получили одно сообщение обновили время и снова ждем ждем события то есть ну как видите если мы получили события ну если мы получили текст распознанной речи мы логируем его и ставим значение переменной слептайм в ноль таким образом выходим из цикла ну вот проиграйте пожалуйста файл это пример звуковой схема очень простая меня зовут Игорь я сотрудник банка Тинькофф напоминаю что до 23 августа в случае необходимо внесить платеж по кредитной карте в размере 1300 рублей успеваете заплатить да 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 сегодня до конца рекомендуем не пропускать платеж чтобы не попасть в просрочку всего доброго до свидания это даже упрощенная напоминалка потому что в реале нужно там еще уточнить правильно ли дозвонился ну то есть назвать фамилию имя и постараемся все-таки усложнить потому что действительно вот на таком много не сделаешь это только для примера пойдем дальше уберем все-таки блокирующий playback в двух местах и усложним логику мы еще уберем обработку события распознанного текста внутри дайл плана ставим его на откуп ами ну потому что событие вами тоже придет добавим команду cmd playfile которая будет добавлять в очередь то есть обработку команды от ами сама команда называется cmd playfile и в обработке будет вызов приложения play background который добавляет в очередь проигрывания файлика ну соответственно очередь сбрасывается можно докидывать в очередь синтаксис позволяет это и ну соответственно ами клиент содержит уже какую-то логику логику схему звонка он получает событие о распознавании текста и о статусе что воспроизведение аудиофайлика завершилось ами клиент при этом просто отдает команды на воспроизведение аудиофайликов астериску и вот уже можно какую-то сложную схему строить и все это внутри ами и мы как бы не паримся потому что мы сегодня говорим про интеграцию то как устроено в дайл плане то есть сложная логика на каком-то языке более удобном будет находиться вами проиграйте пожалуйста пример здравствуйте звоним вам из Тинькофф банка вам шехлом говорить да я вас слушаю вы сейчас разговариваете с роботом вам удобно провести короткий опрос который займет не более минуты ой не более минуты тогда ладно без Тинькофф оцените по дисципальной шкале вероятность того что вы посетите наш банк своим знакомым друзьям коллегам ноль точно не порекомендуете десять точно порекомендуете ну навряд ли на ноль и внеечку самым крайним крайне интересующим все крайне нуждающим подскажите причину в том низкой оценки вы не очень похожи на робота спасибо за участие всего доброго до свидания ну давайте синтез тоже добавим опять-таки добавим инициализацию синтеза по умолчанию нет связи ну то есть нет подключения к сервису синтеза и команду воспроизведения немножко видоизменим чтобы и синтез тоже поддерживать то есть можно например в таких схемах уже делать какие-то гибридные штуки когда допустим предзаписанным голосом какую-то фразу здравствуйте чё-то-чё-то синтез синтез допустим имя-отчество и снова продолжение предзаписанной фразы можно делать такие гибриды накидывая в очередь последовательность семплика мы уберем старую версию команды cmd play file добавим команду cmd play и немного синтаксис поменяем теперь wait event body будет что-то вида play две запятых имя файла ну между запятыми там еще какие-то опции есть ну в данном случае они пустые и можно будет говорить тоже say две запятых и еще аргументы что сказать отдельно есть команда sleep для того чтобы добавить паузу в очередь и здесь тоже в этом синтаксисе уже добавляется возможность работы со слоями и просто заменим тоже обработку ами клиента ну в смысле генерацию команд вместо cmd play файл сделаем cmd play который будет управлять и воспреждением файлов и синтезом и вот тоже давайте пример послушаем вы позвонили в тинькофф банк пожалуйста скажите по какому вопросу вы звоните сменить номер кау номер телефона который привязан к карточке я вас понял соединяю с оператором для смены номера телефона вот такой пример ну это синтез то есть это диктор прозоровский наш брендовый голос но у нас другие голоса доступны что мы имеем на сегодняшний день во первых несколько типов роботов на базе нашей интеграции в продакшене модули интеграции в open source опять-таки ну на гитхабе опять-таки напоминаю что мы планируем именно интеграцию с яндексом и с гуглом понятно что наши сервисы закрыты и платные где-то у нас там в видеах вычисляются все там сложно и хитро большие модели а именно интеграцию мы open source и если вы прям заинтересованы в интеграции по такой схеме и там с яндексом или с гуглом можете написать сами ускорите мы просто там превьюем и мерзим сейчас можно собрать свою интеграцию ну просто получив тестовый ключ вот там форма заявки ну мы тестовые ключи раздаем всем желающим вы можете вот это вот все о чем я сегодня говорил с примерами на гитхабе потестировать уже сегодня несколько часов осталось вот вопросы соревнования небольшое хотел задать вопрос вы разработали модули есть ли планы по передаче их в основное дерево исходного кода для того чтобы вопрос это ворует я два раза его сорвал для того чтобы в дальнейшем он поддерживался уже силами ну при новых релизах астериска силами самой держим на совместимость и плюс это какая-то ну тоже пиар потому что он будет уже в составе любой коробочки понял приятно слышать что вы прониклись ну просто мы ленивые а если ну если действительно есть интерес какой-то активный но если вы до какой-то точки дойдете я могу посодействовать чтобы на герет это залить в ревью и вам просто отзыв скажу что нужно поправить чтобы его включили тут очевидно надо начать не с ревью кода а вообще мы предлагаем какой-то архитектурный подход надо понять как видит эту же систему ну соответственно компания в общем вы принципиально готовы да мы заинтересованы но видно допустим что первый доклад ну как раз то что ты рассказал вообще в диаметрально противоположную сторону я даже немного такой был демотивирован и шокирован что типа о дайл планы устарели давайте писать через аре там просто типа на самом деле без дайл планов это какая-то накидка потому что нельзя сказать что какая-то определенная часть устарела все имеет место быть ну понятно это обсуждается и просто надо понять какой курс в целом во что это вылезет спасибо второй вопрос ну сначала спасибо круто прям это интересно и скажем так мне нравится когда автористы развивается в сторону делплана я люблю делплана вопрос в том вопрос в следующем вы используете аел как я понял для примеров там же нет привязки там можно и нет я понимаю я просто думал что хотел создать используйте аел продакшене у себя ну вообще да вообще да пробовали не пробовали лоа тот же самый просто такой адепт я про лоа можно могу говорить просто очень много очень люблю этот язык но на самом деле подробнее все-таки Женя наверное ответит там какие курсы вот ну видите да вот есть люди которые вот так выглядят у нас тут трое можно попозже это обсудить я понял нет тут не обсуждение просто мне было интересно почему аел почему не лоа просто может быть большой легоси и долго переписывать и все потому что а это просто не ко мне я именно разрабатываю модули я интеграции все я на самом деле такой немножко короткий и странный вопрос насколько я помню несколько лет назад команда Тинькова представляла свою интеграцию со сторонним модулем по-моему она называлась Елена что ли это было еще на CISCO Connect года три назад я настолько не в теме этой ситуации что опять-таки может быть Женя даже Женя не в теме то есть короче это совершенно отдельная история то есть то что вы сейчас рассказывали это реально используемый кейс то есть вы реально используете Asterisk и вот с этим вот да это то что у нас сейчас впроде мы хотим по основателям масштабировать да вот это реальный кейс и звонки реальные то есть все и даже тот который меня зовут Игорь это тоже были реальные роботы да очень действительно не похожи на робота ладно и основной вопрос вы не смотрели в сторону написания аналогичного модуля например для того же фрисвича просто не смотрели потому что у нас вот сейчас используется этот риск причем тринадцатой версии ну потому что она там как бы не сильно подвержена сумасшедшим изменениям ну я не знаю просто что может подвигнуть конкретно вот нас там не знаю нас с метаплатформы ну да опять-таки может Жень там подискутировать на эту тему здравствуйте очень крутая штука вот теперь есть что показать коллегам что это действительно работает никто не верит два вопроса а что что именно ну коллегам поступают звонки и я слышу что это сразу синтез и робот люди реально ведутся то есть я вижу когда как бы у меня один из клиентов торгует квартиры чинит там окна и они сейчас столкнулись с тем что им предлагают вот такие продажи и на них тестируют эти продажи и я вижу что люди покупают через роботов то есть звонит совсем не человек и доходит до того что и адрес записывается и назначаются встречи и человек вообще не участвует до момента когда мастер приезжает на объект никто в это не верит вот то что вы здесь показали это собственно говорит о том что это работает два вопроса я знаю что вы банк вроде бы мы группа компании мы то есть банк и там страховка и говорят ходят слухи упорные что у вас тоже есть СИП службы информационной безопасности говорят что она у вас тоже есть вроде бы ходят слухи никто в это не верит и собственно если бы СИП был серьезный то такие штуки вам бы ну не дали сделать скорее всего и самое сложное что не дали бы купить например мы банк мы хотим этим пользоваться вы нам в коробку это завернете ну вот конкретно сейчас мы не особо заморачиваемся потому что это вообще отдельный бизнес коробки заворачивать ну вы понимаете но вы думали об этом вообще чтобы это в итоге в коробке заворачивать и так же как CRT например ставить на объект ну мы конечно думали получали запросы вроде пока не хочется но это понятно вопрос обсуждения вопрос проявления интереса насколько там есть интерес к этому направлению ну пишите кстати забыл забыл добавить Андрес здесь войски Тинькофф.ру форма получения ключей можно писать просто на спич Тинькофф.ру по поводу вот всяких таких штук меня зовут Сергей вот в предыдущих докладах было рассказано что варе появилась возможность отправлять медиапотоки на внешний сервер по сути у вас она как библиотека под эстерийск модуль эстерийск то есть а можно было бы сделать вообще внешние приложения которые отправляем голос получаем голос и управляющие команды там завершить вызов не завершить и получается не было бы никакой привязки к конкретному эстерийску не нужно было бы там собирать модуль никакие интеграции там вот эти хитрости а все можно было бы реализовать во внешнем приложении вашем но это по сути получится что дал план там состоит как раз из стазиса которые сейчас вызывается автоматически сделает это похожее решение на то что в яге можно сделать кроме того что там вызывается каждый раз отдельное приложение ну понятно мы рассматривали такой вариант и так сделать можно но просто мы такой интеграции не предоставляем мы предоставляем именно модули то есть естественно вы можете написать это и ходить в наш сервис понятно спасибо еще один вопрос как раз по поводу формы запроса точнее два вопроса первый примерах первый пример это был не синтез это были записанные фразы до целиком да вот второй вопрос по поводу синтеза запрос видимо долго идет как синтез то получить ключик на синтез ну там да да ну то есть я так понимаю что это вот вот только выходит в публику что вы в смысле да мы еще пока есть серова ты получили на распоздавание а вот с синтез и синтез у вас на войны на войне на токатроне там токатрон войне да понятно хорошо пожалуйста может быть это было но вы планируете данный сервис значит коммерческую эксплуатацию там другими сторонними другим сторонним компаниям отдавать то есть в каком смысле ну допустим у нас магазин какой-нибудь и мы хотим ваш сервис распознавания и обзвона использовать своих каких-то целей за какую-то плату но сервисы до тестовые ключи бесплатная там серьезные нагрузки да они у нас уже есть клиенты довольно крупные и по интеграции с астерийском тоже модули использует но начали интегрироваться то есть и модули модули они открыты а вот сам сервис именно распознавания и синтеза они можно договориться там ну да конечно спасибо отличная вещь подскажите вы сказали что использовали своего конкретного диктора практически прозоровский до прозоровский дабы получить такое качество синтеза сколько часов обучающего аудио вы ему скормили я даже не знаю секретная ли эта информация но примерно я не мальчика я лучше все-таки это команде email направлю и этих ребят среди нас числе спасибо в смысле а смысле буквы или фонемы просто если у вас синтез речи которого показал на последнем примере это это синтез прямой до позоровского или как там диктора зовут это полный синтез у нас фонемный или словарный словарный вопрос немножко сбоку а есть ли возможность распознавание речи перехватывать текущий разговор то есть процессе разговора после по ключевым фразам либо по каким-то панелом обрабатывать какие-то события то есть можно ли в модуль весь речевой поток перед направить на обработку но при этом чтобы он не прерывался разговор с живым оператором да да я прямо чем речь это мы делали чанспаем вот как раз с этим фоновым распознаванием но а именно то есть задам и так экспериментировали то есть сейчас вроде у нас нет этого вроде вода это делать а даже так есть есть и работает ну все значит да спасибо за внимание